Это Дела, тележурнал о жизни и деньгах. К теме ядерных отходов, как говорят в народе, хотя правильнее говорить, отработанного ядерного топлива, обычные люди относятся по-разному и часто с большой опаской. А вот специалисты, например, утверждают, что у нас в Красноярском крае одно из самых безопасных хранилищ в мире. Именно сибирский проект взят за основу хранилищ, которые еще только будут построены в Испании и Японии. Анна Итюменева сегодня лично побывала на предприятии, выясняя, в чем же она, эта уникальность нашего проекта. На этих уникальных кадрах остановка последнего в мире реактора по наработке оружейного плутония. Прощание с оборонным прошлым страны прошло два года назад в Железногорске. Но законсервированные реакторы не остановили производство горно-химического комбината. Только главной сейчас стала работа на замыкание ядерного топливного цикла. Сырьевые ресурсы, которые в сегодняшний день есть, нефть, газ, уголь, они, конечно, ограничены и являются невозобновляемыми источниками. Для того, чтобы обеспечить на многие сотни лет вперед развитие нашей цивилизации, атомная энергетика, госкорпорация «Росатом» приняла решение перевести эту технологию в развитие возобновляемой. Это значит, что облученное ядерное топливо после выдержки в хранилищах будет перерабатываться. После этого из него снова можно получать энергию, которая будет давать свет городам и тепло в квартиры. Первый шаг к возобновляемым энерготехнологиям уже сделан. Реконструировано так называемое мокрое хранилище и запущено новое, сухое, которое охлаждается естественной циркуляцией воздуха. Это уникальный и, пожалуй, самый безопасный комплекс для хранения отработавшего топлива. Сухое хранилище способно выдержать падение самолета и землетрясения в 9,5 баллов. При 10-бальном землетрясении здание получит небольшие повреждения, но останется целым. Сегодня уже принято решение о строительстве такого хранилища в Японии, Испании. Есть такие планы и в США. Безаварийная работа этого объекта не зависит ни от человека, ни от электричества и других коммуникаций. Так называемые пассивные системы безопасности гарантируют надежное хранение АЯТ в любых ситуациях. Помимо этой новинки, в ближайшее время планируется создание опытно-демонстрационного центра. Он позволит перевести все уникальные разработки из лаборатории в промышленность. Например, здесь начнется переработка отработавшего ядерного топлива, которое сейчас находится в хранилищах, в другие виды атомного топлива. А также начнется производство тепловыделяющих сборок для реактора на быстрых нейтронах БН-800. Это жизнь без экономических и политических потрясений не на 20, не на 50 лет вперед, а значительно дальше, за горизонты. Все эти инновации обеспечат не только энергетическую безопасность страны, но и могут способствовать снижению тарифов на тепло и электроэнергию.